Здравствуйте, мои дорогие, мои любимые друзья! Сегодня я иду на Блошиный рынок на Тишинке, на Тишинской площади, дом 1. У нас там традиционная встреча с моими любимыми подругами, с двумя Галинами. Но сегодня такой чудесный весенний день, так светит ярко солнышко, что я решила пойти немножко к метро другом пути. Я хочу пройти через сквер. Продолжение следует... И вот я уже и на Тишинке, и вот мои дорогие подружки. Может, здесь побродим? А здесь есть что-то? Ну вот. Ага, давай. Блошиный рынок на Тишинке – это уникальное место. Это скорее не Блошиный рынок, а место, где преобладает антиквариат, вещи которым очень много лет. Вещи уникальные. Мы привыкли, что Блошиные рынки, как правило, располагаются на улицах и площадях. А вот здесь рынок расположен под крышей. Причем рынку отведено аж два этажа. И я сейчас нахожусь на втором этаже. Давайте же сверху посмотрим, что же здесь представлено, какие бутики. И, кстати, среди продавцов встречаются иностранные граждане. И как вы считаете, в таком месте, где аренда стоит приличных денег, может быть, что-то очень уж дешевое? Сюда, кстати, идут в первую очередь настоящие коллекционеры и любители древности и уникальных вещей, которые готовы за это платить. И каждый Блошиный рынок имеет свой спецпроект. Ну, например, на прошлом рынке этот спецпроект был посвящен истории старинной игрушки. Коллекция частичная. Вот есть очень интересный экземпляр. Вот эта собачка. Это 1920 год. Она с провинансом, с историей. Это бывшая собственность министра финансов Швеции. В дальнейшем он стал министром финансов Швеции. После его смерти дети выставили на Уфсово, где и была найдена эта собачка. Это папье-маше, покрыта махером. Она с ручным приводом. Это собака-каталка. Она катается. У меня там просто мишки Бинг. Кстати, вот тоже уникальная пара. Очень редкие два мишки, которым тоже 100 лет. Это 1920 год. Фирмы Бинг в Германии их называли да и нет. Найти вот пару в таком состоянии – крайняя удача. Они делают вот так и вот так. Они могут делать головкой и так, и так, и так. Это фантастическая удача в таком состоянии найти двух таких котиков. Да, 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 да. Вот удивительный экземпляр. Я просто очень люблю механическую игрушку. У меня много всего интересного. Да, это 60-й год, я думаю. Нет, это 1937 год. Это Германия, 1937 год. Супер. Это заводная игрушка. Прожектор работает на батарейках. Но у него от батареек работают соленоиды, которые показывают, вот они стрелочками поднимаются вот через эти соленоиды. Указатели поворотов. На тот момент они показывали с флажками, вот как вот здесь стоит. Вот так. Это 1937 год. Это довоенная игрушка. Очень много потом в 20-е годы выпускается. Вот 20-го года американская игрушка с коробкой. Вот она, коробка стоит, ее родная. Она даже не выцвела, в общем-то. Вот довольно тоже интересный экземпляр механической игрушки. Да, железная дорога. Это фирмы Бинг. Извините, фирмы Гистлер. На одной написано, сделано в американской зоне Германии. Это означает, что она была произведена до 1949 года. А следующий набор сделан в Западной Германии. Это сразу после 1949 года. Да, да, да. Вот один до 1949 года, другой после 1949 года. Спецпроект на этой выставке посвящен истории создания бисквитного фарфора и изделий из него. Перед вами уникальное изделие. Бисквитом принято называть только не глазурованный фарфор, не фаянс и другую керамику, который был обожжен один, что более характерно для современных технологий, или два раза. Поверхность такого фарфора очень белая, матовая и слегка широковатая, что придает ему сходство с высококачественным мрамором. Пуристая фактура бисквита препятствует его использованию в качестве материала для изготовления посуды, но с XVIII века его используют для изготовления фигурок, украшений, скульптур и прочих предметов, не нуждающихся в глазури для защиты поверхности. Его поверхность может быть и подсвечена красителем, как, например, при изготовлении бисквитных кукол. Кстати, перед вами голуби Беппи Тай, творческий псевдоним итальянского скульптора Джозеппо Цирелли, который на своей фабрике Тай с 1960 года стал выпускать анималистическую керамику и добился впечатляющих результатов в создании птиц. Присмотритесь, они живые. Мгновение, и они взлетят. В 1986 году его пара белоснежных голубей, один из любимых символов христианства, были подарены папе римскому Иоанну Павлу II. Белоснежные голуби стали не только предметом коллекционирования, но и отличным подарком всем любящим и любимым людям. Почетное место занимает фарфор компании Wedgwood. Компания в 1759 году основал Джозай Wedgwood. И особенно ценится изделие компании, выполненное в технике пат-сюрпат, когда на цветной фарфор наносится второй слой белого фарфора, из которого делают рельефные детали. Важное профессиональное достижение Джозая Wedgwood в 1775 году стало открытие яшмового фарфора, или джаспера, пирамической массы, названной так по ассоциации с прочным натуральным камнем. Джаспер стал и отличной основой для нанесения портретов, но и материалом для самих накладок. Из него делали камеи, вазы, подсвечники, статуэтки. Открытие рецептуры этой массы считается вторым по значимости после изобретений китайцами фарфора. Сегодня, как и в 18 веке, оттеночная палитра джаспера очень разнообразна. Голубой, серый, сиреневый, желтый, зеленый, темно-красный, черный, коричневый. Знаменитого завода Wedgwood она неисчерпаема. Огромное количество предметов, каждый имеет какую-то свою историю, создан в определенный период и несет часть той эпохи, в которой он создан. Но я бы хотела рассказать об очень удивительной коллекции Wedgwood, которая называется «Женские добродетели». Она была создана в самом начале 20 века и пересдавалась только единожды в середине века. Это так называемый яшмовый фарфор завода Wedgwood. Эта коллекция интересна своей историей. Смысл в ней в том, что у каждой женщины должен быть один мужчина и семь добродетелей. И в этой коллекции семь женских фигурок и одна мужская. Сейчас вот у меня с собой, соответственно, главная фигурка мужская и одна из женских добродетелей, которая олицетворяет грацию. Поэтому удивительные вещи можно найти на блаженном выстреле. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok